Всем привет! Доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о спиннинге Местраль Делюкс Эксперт. Также речь пойдет о Делюкс Челленджер. Вторая модель была у меня достаточно продолжительное время, но позже спиннинг украли. Тем не менее, эти удилища довольно сходны по своим характеристикам, поэтому о них будет один выпуск. Итак, начнем. Спиннинг Делюкс Челленджер имеет длину 240 мм. Спиннинг штекерный, то есть двухсоставной. Соединяется как обычное штекерное удилище, но в данный момент, к сожалению, бланк поломан, поэтому придется его ремонтировать. Об этом скажу немножечко попозже. Итак, 2,40 м спиннинг сверхбыстрого строя. Сверхбыстрый строй способствует тому, чтобы ловить на эту снасть джиговой ловлей. В джиге себя проявляет он очень хорошо, потому что, да, все касания дна, все поклевочки передаются очень хорошо, что, опять же, способствует своевременной качественной подсечке. Так что в плане джига этот спиннинг мне нравится очень сильно, как и Делюкс Челленджер. Далее. Ваблера тоже довольно неплохо. Использовал я некоторое время эти спиннинги в качестве троллинговых. Тест спиннинга 7-15 грамм. Хоть диапазон довольно невелик, но в данном диапазоне находится очень большое количество интересных приманок, интересных ваблеров, поэтому я всегда находил на что половить. И, опять же, как троллинговый спиннинг, спиннинг для троллинга, показывает себя очень хорошо, вершинка отыгрывает игру ваблера, поклевка регистрируется без всяких проблем. Выполнен спиннинг из высококачественного углепластика, причем здесь маркировка производителя и М10С. Согласно маркировке этого производителя, чем выше число, тем, собственно, звонче бланк. Поэтому десятка, насколько я помню, это самое высокое значение. Вот этот конкретный эксперт, просто замечательный челленджер. У меня был и М8С. Он немножечко мягче номинально. Тем не менее, тоже хороший спиннинг, на который я успешно ловил. Хотя, честно говоря, именно вот этот старичок мне как-то везло больше всего именно с ним. Катушка крепится при помощи шайбы привычной. При этом тут рукоять уже анатомическая. Рукоять, основная пробка. На тыльной части мы видим, сейчас у меня скручено, но здесь три шайбообразных, опять же, грузика, при помощи которых можно добить большей сбалансированности спиннинга. Колечки у нас с керамическими вставками, поэтому спиннинг, естественно, работает с плетеными лесками без всяких проблем, без всякого износа. Я думаю, сейчас сложно кого-то этим удивить. Это давно уже норма для спиннинга. Здесь у нас вот такое вот крепление для того, чтобы приманку, крючок сюда зацепить и все. Так, в свое время я искал информацию относительно этих спиннингов, этой марки. К сожалению, ее достаточно мало, поэтому то, что знаю про ясную ситуацию в том объеме, в котором она мне известна. Называется спиннинг-мистраль. Название вроде как французское. И первая мысль, что да, спиннинг французский. На самом деле спиннинг произведен в Японии. Об этом можно найти соответствующие пометки как на самом бланке, так и на документах, которые идут вместе с этим спиннингом. Ввиду того, что бланк очень чувствительный, очень звонкий, в спиннинговой ловле проявляет он себя в любом случае хорошо. Поэтому не могу говорить о том, что прямо он превосходит именитых каких-то конкурентов. Но в то же время обратить внимание на этот бланк обязательно стоит подержать его в руках. Может, если есть возможность, есть знакомые продавцы, попросить просто съездить на одну рыбалку, попробовать его в деле. В данный конкретный спиннинг уже ломалась вершинка, после чего просто аккуратненько все это зашлифовали. Ловили так, потому что тест, собственно, позволяет. Сейчас, буквально две недели назад, полностью поломался бланк, но это следствие ошибки рыболова. Ловил на спиннинг не я, дал своим друзьям. И опять же, зацеп плетенка была слишком толстая, слишком крепкая для этого бланка. То есть человек сделал острый угол, фрикцион затянул, и бланк поломался. Но тоже я все это буду восстанавливать, потому что в любом случае спиннинг достойно внимания. А что касается использования вот этого вот удилища в каком-то другом виде лобли, не конкретно в спиннингах, то использовать его не вижу смысла. Первое дорогой, второе качественный. Поэтому не надо. Не надо ни поплавки цеплять, не надо ни донки цеплять. Оно того не стоит. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok